привет всем сегодня видео будем переделывать блок питания вот компьютера зарядное устройство как я уже обещал я покажу каким образом можно переделывать зарядное блок питания на базе микросхемы т.л. 494 и и аналогов в этот раз у нас блок питания ханткей модель в 63 2 0 я уже вытащил плату как вы заметили и кулер кулер прицепил для того чтобы уже знаете запустился блок питания или нет как бы по нему очень легко ориентироваться ну кому удобно можете отключить и повесить на выход лампочку теперь питание у меня подано через лампочку накаливания то есть последовательно она включена в цепь именно лампа накаливания мощностью 100 ватт 220 вольт никакие светодиоды никакие люминецентные сюда не подойдут для этих целей лампочка 65 100 ватт отлично подойдет теперь как вы видите все жгуты проводов убрал теперь для запуска блока питания нам нужно вот с этой точки видите ps он надо этот контакт соединить с общей шиной с минусом вот он общий минус еще перемычкой продублирован для того чтобы у нас блок питания стартовал сразу после включения в розетку что мы сейчас сделаем смотрите я припаял провод как и говорил вот ps one на минус теперь при выключении в розетку сейчас я включу у нас блок питания сразу стартует теперь надо припаять два провода плюс минус то есть один на общую шину другой на шину плюс 12 вольт и зачистить концы для того чтобы можно было контролировать напряжение и в дальнейшем уже повесить нагрузку произвести необходимую настройку все подключил теперь запускаем что-то удивительно многовато выдает 13 7 этим напряжением даже худо-бедно как-то можно зарядить аккумулятор подзарядить немного но все равно маловато будем вставлять 14 2 14 5 просто во всех источниках по-разному пишут кто-то говорит что строго 14 вольт надо кто-то говорит 14 половина кто-то говорит даже 15 здесь точники разнятся я думаю прошлый зарядник я сделал на 14 2 этот мы попробуем сделать на 14 5 я думаю вполне будет нормально что продолжаем переделку сейчас я отключу все и расскажу что нужно сделать смотрите ребят у нас в нашем блоке блоки питания можно регулировать напряжение вот этим вот подстроечным резистором что я вам сейчас покажу запускаем 13 7 потихонечку увеличиваем то есть по сути 14 4 даже 14 половиной можно выставить крутим дальше все у нас блок ушел защиту примерно на 14 6 но что делать в том случае если допустим у такого резистора нету подстроечного а такие блоки питания попадается сейчас мы вернем на место выставим напряжение 12 5 и я вам покажу каким образом какие операции нужно проводить чтобы если у вас не имеется такого подстроечника на данной модели блок и блока питания можно было поднять напряжение до 14 с копейками вольт возвращаем будьте осторожны а потому как снимаем надо смотреть как камера стоит все или попадает в кадр поэтому я иногда цепляю отвертка металлической за радиаторы когда будете делать я думаю вам снимать не надо будет поэтому будьте предельно осторожны все ставим 12 8 то уже придем и отключаем теперь смотрите первая нога шим а то есть у нас к 75 2 0 тут и ламка ламка это защита мы не трогаем как я уже рассказывал ранее видите ключ то есть тут выемка она вверх и ключ то есть начало отсчета от первой ноги ноги нас считается каким образом то есть по кругу против часовой стрелки то есть один два три 4 5 6 и пошло так по кругу нас считаем то есть здесь у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 пошло наверх от первой ноги вот у нас входит перемычка по перемычке мы смотрим куда это дорожки в общем нам нужно отыскать резистор именно тот резистор который у нас приходит на шину плюс 12 вольт если посмотреть по дорожке то есть трассировка дорожек у всех разные я в своем случае своем варианте его отследил вот он резистор который соединяет первую ногу шим с выводом 12 вольт то есть дорожками 12 вольт куда приходит 12 вольт плюс питание сейчас мы выпаиваем на его место припаиваем два провода и я расскажу что можно сделать дальше смотрите я паял резистор припаял вместо него два провода резистор сам меряем сопротивление 23 3 ома я взял подстроечник на 68 киловом и настроил его приблизительно на те же показания 22 9 на 23 23 с копейками сейчас я его припаиваю то есть один провод припаяли вместо резистора постоянно один провод на средний контакт то есть на движок 2 на крайне относительно которого будет сопротивление близкое тому которое было у нас на постоянном резисторе что у нас получилось припаял я строечник запускаем честно мне лень идти за отверткой поэтому я кручу пассатижами и смотрите что у нас получается сколько нам надо пусть будет 14 5 все прекрасно настроились теперь что мы делаем мы не трогая движок резистора то есть не крутим его отпаиваем провода и замеряем какое сопротивление у нас получилось именно такого же сопротивления мы находим постоянный резистор и припаиваем его туда все все дела все переделки если кто-то хочет может вывести этот переменный резистор на переднюю панель имейте ввиду если больше определенного напряжения сейчас посмотрим когда у нас отключится то то не может уходить защиту ну вот 14 6 тоже он сказать 1455 он ушел защиту имейте в виду поэтому лучше всего замерить какое сопротивление у резистора было при напряжении 14 5 после чего поставить постоянный резистор еще на один момент хочу обратить ваше внимание это напряжение питания вентилятора многие пишут что надо обязательно пересаживать машинку 5 вольт прочее прочее ноте выставил 14 42 напряжение теперь смотрите что у нас за напряжение на вентиляторе у нас 11 4 при том что вентилятор у нас рассчитан на 12 вольт то есть если хотите чтобы он меньше шумел и вообще не было слышно можете пересадить на питание 6 вольт без проблем к тому же у нас на шине плюс 5 тоже поднялась около 6 вольт и он будет или слышен к тому же при зарядке практически не греется кто не хочет с этим заморачиваться не переживайте ничего плохого не случится то есть никакого перенапряжения для вентилятора охлаждения не будет отпаял я резистор сейчас смотрим какое у нас сопротивление получилось 45 килоом значит нам надо 45 килоом постоянный резистор найти такой же можно помощнее в плане мощнее смысле больше но с таким же сопротивлением и впаять на место где я припаивал провода и где был до этого вот этот резистор который мы убрали после чего еще раз повторный замер напряжений и все можно укладывать в корпус я составил с двух резисторов 43 2 килоома млт поставил смотрим что у нас получилось хотел конечно 14 5 но получилось у нас 14 42 уже не стал я заморачиваться с подбором резистора дальше кто захочет вот поставить подстроечник выставить как нужно и можно капнуть немножко лака даже для ногтей чтобы не сбивался движочек на всякий случай а вот здесь вот капнуть все и запомнить настройки чтобы положение было и закрепить его где-нибудь главное чтобы он не на выводах болтался потому что тряска и прочее может отломаться желательно где-нибудь закрепить или поставить многооборотный маленький с китая и все и выставить нужное напряжение но я думаю 14 43 14 4 вполне хватит конденсаторы менять не надо потому что по напряжению 12 вольт конденсаторы тут до 16 вольт выдерживает и так я поставил резисторы млт с двух штук поставил собрал получается 43 килоома и 2 килоома включаем у нас получается 14 42 14 43 хотел конечно 14 5 но уже не стал морочиться с подбором еще сотые доли поднимать хотя потенциал есть но кто захочет вот ставьте такой подстроечный резистор можете многооборотный из китая взять порядка 50 100 килоом ставьте и регулируйте напряжение которое вам необходимо ну конечно совсем не разгуляешься срабатывает защита любом случае этого напряжения для зарядки автомобильных аккумуляторов хватит с лихвой теперь мы это все разберем установив корпус после чего я проведу уже замер потоку то есть повесим нагрузку посмотрим не уйдет ли вам защиту потому что бывает такое что вроде проверяешь все отлично а потом нагрузку повесил вам уходит защиту мы это обязательно проверим но уже без лампочки то есть включать надо будет напрямую учитывайте этот факт и так проводим замеры у меня тут обычная волефрамовая нить сейчас видно было вот чуть-чуть подсела под нагрузкой проседает до 13 8 но опять же учитывайте что у меня тут длинные провода это тоже сказывается при хорошем токе будет падение видите да то есть 6 копейками без проблем держит дальше у меня к сожалению амперметр закончился потом найду помощнее сейчас просто полдень охота рыться искать возьмем амперметр на шкалу 10 ампер тоже померяем предыдущий блок и этот блок просадка напряжения видите провода тонкие поставил родные если поставить потолще то такого уже не будет зарядная готова упаковал ее корпус его ее его наверно правильно зарядное устройство она теперь тут есть даже выключатель все переделка готова можете смело пробовать если у вас есть подстроечник как я уже говорил смело выкручивайте какое вам нужно напряжение если нету ищем первую ногу от нее ищем резистор который идет на шину плюс 12 вольт также делайте как я показывал все будет у вас отлично я уверен все получится главное захотеть и вот такой вот зарядный аппарат у вас будет вполне неплохой единственное что хочу предупредить старайтесь не пользуются этим зарядным устройством в сырых сараях не отапливаемых гаражах потому что до поры до времени не работает хорошо но в день прекрасный момент им плохие а если где-то в автосервисах подзаряжать в гаражах где отапливается дома заряжать аккумуляторы то без проблем очень надежный аппарат и еще добавлю короткая защита от короткого замыкания сохранялся переполюсовки защиты нету то есть либо на реле собираете как я показывал у меня было уже зарядное устройство я переделал в китайском корпусе там у меня стояло реле то есть лучше переполюсовки аппарат просто не запускался но об этом еще я отдельно поговорю также у нас будет видео где покажу как сделать ограничитель напряжения то есть по достижении определенного напряжения аппарат будет отключаться от аккумулятора зарядное устройство то есть там всего две детальки надо реле механическое реле заряда от генератора автомобильного вот и все вроде бы ничего не упустил ну на этом я с вами прощаюсь ставьте палец вверх подписывайтесь на канал жмите кнопку колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем успехов до новых встреч а